Служба в рядах вооруженных сил, которая еще недавно являлась почетной миссией среди 18-летних парней, сегодня, увы, не столь популярна. А каковы же будни будущих офицеров на самом деле, узнавал Юрий Черный. Бригадный полигон военной части А-1978 в эти дни приютил на своей территории 365 курсантов, участников военно-полевого сбора, военной кафедры Запорожского национального технического университета. Нынешние студенты по окончании сбора, который продлится один месяц, пополнят РД-офицеров запаса украинской армии в звании младшего лейтенанта. Вдали от дома, в полевых условиях, занятия и вахты, строевая и специальная подготовки. Как живут и служат будущие офицеры. Я здесь вторую неделю. Этого условия вполне нормальные и приемлемые для проживания здесь и проведения сборов, прохождения сборов. Конечно, жара в этом году выдалась не на шутку. В городе, где на термометрах наблюдается плюс 38 градусов, еще можно укрыться в тени, зайти в прохладный офис или выйти на пляж. Как же решается эта проблема в полевых условиях? Учитывая то, что у нас август месяц, что люди у нас городские, и это один из самых важных вопросов сейчас. Я хочу напомнить, что 15 литров на человека и именно такое количество жидкости определенно на каждого военнослужащего в жарких условиях. Воинская часть нарушает эти нормативы и дает в 3-5 раз больше воды на каждого курсанта, обеспечивая не один раз в 10 дней помывку в бане, как предполагается. Практически каждый день курсанты имеют возможность принять душ в более-менее нормальных условиях. Мы сами лично убедились, что такое полевой сбор в это жаркое лето. Сон в палатках, обед из котелка, самостоятельная забота о чистоте белья, водные процедуры трижды в день, все-таки не курортное времяпрепровождение. Но разве в армии должно быть по-другому? Мы здесь находимся уже целую неделю, с 26-го числа. Бытовые условия хорошие, кормят хорошо, души есть, вода постоянно есть, то есть в принципе все нормально. Другого ответа теперь и не ждите родителей от своих возмужавших сыновей. Хотя, если откровенно, идея нашего репортажа родилась после звонка в редакцию с некоторыми жалобами на бытовые условия на полигоне от мамы одного из курсантов, находящихся сейчас на сборах в военном городке номер 53. Конечно, кондиционеров в палатках, биотуалетах, сервировки стала серебром и прохладной боржом и к нашему приезду не подготовили. На кухне хлопотали в повседневных заботах, дневальные на посту, дежурные по лагерю за своей работой. К слову, отметим, что допуск к установкам по кипячению воды имеют лишь два бойца, прошедшие полную санэпидкомиссию. Сами студенты пребывали на занятиях и, на наш взгляд, с неподдельным интересом постигали премудрости воинской службы. К сожалению, связаться с самим Артёмом и у него лично узнать о причинах неудовлетворительной оценки условий пребывания на полигоне нам не удалось. Абонент не может принять ваш звонок. Надешлить СМС, або затонсунуйте певнишем. Испытав все трудности солдатских будней, пройдя занятия по специальной технической, тактической и огневой подготовке, 17 августа ребята предстанут предгосударственной комиссией для сдачи комплексного экзамена. И тогда уж через 4 дня примут воинскую присягу. Выпуск младших лейтенантов намечен на конец августа. Хочу также добавить, что армейские условия для будущих офицеров предполагают все-таки терпение и ограничение. Армия это не изобилие. Армия построена на режиме разумной достаточности. Поэтому будущие офицеры, через месяц закончившие эти сборы, тоже должны понять, в каких условиях реально в боевой обстановке им придется выполнять боевую задачу. И ограничение себя в некоторых излишествах обязательно при прохождении учебных сборов.